Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Юбилейный 75-й сезон Краевого драматического театра открылся в премьере спектакля «Шут Балакирев» по пьесе Григория Горина. Картина основана на реальных событиях. Она рассказывает о шуте Иване Балакиреве, который еще совсем молодой и не испробовавший столичных грехов оказывается при дворе Петра I, в самом эпицентре дворцовых интриг и обманов. Добрый вечер, уважаемая публика! Кажется, так всегда встречают публику в стародавние времена. Фильмошные генералы, что пиво холодное тьут, да шампанское с дойдом трескают, явитесь хоть вы во сне солдату! Поделитесь капелькой, ядрите твою вашу мать! Уведомление для зрителей, автор пьесы Григория Горина. В пьесе при крайней необходимости используются некоторые слова и выражения, считающиеся ныне ненормативными, но бывшие в употреблении и признававшиеся языковой нормой для россиян, живших в 17 веке. Мать! Мне эта пьеса давно нравилась, Шук Балакирев. Она немножко меня, так сказать, останавливала за того, что она содержит некую вот эту ненормативную речку, но там, именно отталкиваясь от этого, ради этого была и написана пьеса, что потом уже сам царь Петр Первый говорит, «Так это плохо, когда шутки такие скабрёзные нравятся царю и вышестоящим чиновникам». Всё происходит на переоценке, поэтому она и используется. Не тому должны смеяться и удивляться великие мира сего, а они смеются и удивляются обыкновенным площадным словам ненормативной лексики, которую потребляют, ну, как торговцы на рынке, самые-самые, так сказать, самые простые люди. Вот в этом смысл этой пьесы, в переоценке. Лучше приходи ко мне, сиди в комнату, подари, что ты подарила? Медведь-то и мне говорит, «Чё, ёжик, голодца спешит?» А ёжик, «Нет, домой спешу!» Медведь-то, я тебе про то и говорю, ты когда на ежиху-то залазишь, не боже, обоёкоришься! «Шут Балакирев» – сложный спектакль, где переплетаются юмор, разочарование, ложь, потери и возрождение. Темы, которые поднимаются Гориным в пьесе, будут актуальны во все времена. Взяточничество и казнократство, жадность чиновников, испорченная невинная жизнь. Григорий Горин ловко изобразил пороки человеческой души. В спектакле речь идёт не о цензурной лексике, она только инструмент, разоблачающий людскую слабость и ограниченность. А здесь всё актуально. Там интересный вопрос задаёт Пётр, когда он встречается как бы на том свете с Иваном Балакиревым. «А как ты здесь, мол, оказался?» «А, стал бы и сам себя понял, грех!» «Да нет, стрелял не я, да!» «А какая разница, кто стрелял, Ваня!» «Под глупую пуню подставился, значит, самоубийца!» «Да не так я вами правил!» «И не так, наверное, было, что вы убиваете друг друга до сих пор!» «Вашу дикость своей дикостью царь лечил!» «По тому и не вылезет!» «Смысл во всём!» «И как раз в этой лексике, чему сейчас смеются вот руководители, так сказать, и краёв, и областей, мы же не знаем, но прекрасно знаем, что и юмор довольный. Но он, как всегда, и был, и будет, остаётся, это может быть нормально, не в этом дело, но что стоит за этим, понимаете, какие вопросы решаются? Если они так же решаются, что люди продолжают убивать друг друга, или как-то люди умирают от голода, от болезни, когда ничего не происходит, тогда всё это очень плохо, понимаете? И пьеса затрагивает практически всё». Два акта сложной драматической игры вызвали у зрителей разнообразные чувства. Пьеса неоднозначная, она заставляет задуматься над многими вещами, но сказать «не понравилось» сложно. «Первое ощущение, что игра очень хорошая, динамичная, вот видно, что это, скажем, некий постмодернистский сюжет, как бы это не социалистический реализм и не критический. Вот я уже сказал перед этим, что считаю, что такие постановки нужны. Я не знаю, будет, наверное, супер успешная, но вот по двум спектаклям они у нас аншлаговые. Дальше сам спектакль покажет, насколько он жизнеспособен». Пьеса «Шут Балакирев» стала последним произведением драматурга Григория Горина, которую он дописал за несколько часов до смерти. Она давно уже прошла по всей стране и, наконец, появилась в нашем театре. Отрадно, что юбилейный сезон начался именно с нее. «Сейчас давай, Ваня, хватайся за веревку и выпирайся, и еще выберешься. А для этого ты про нас, Ваня, не думай, ты про живых думай. Кто ждет тебя, Ваня, там наверху! За маленькую! За маленькую! За маленькую! За маленькую! За маленькую! Анастасия Дремова, Илья Датауров. Специально для Заб.Инфо.